Макет будущего города под названием Нуркент, который появится в приграничной зоне с Китаем, оценили депутаты Мажелиса. Они внесли ряд предложений по реализации данного проекта. Накануне рабочая группа посетила специальную экономическую зону Харгос Восточные Ворота и ознакомились с ходом реализации государственной программы Нурлыжол, в рамках которой ведется строительство автотрассы «Западная Европа-Западный Китай». Протяженность автобана 8,5 тысяч километров. Транзитный коридор через Казахстан позволит сократить время доставки грузов из Китая в Европу в три раза. «Западная Европа-Западная Китай определили шесть участков. Участки Алматы-Харгос в этом году мы дадим полный проезд. На следующий год полной инфраструктуры мы завершим. С китайской стороны уже построены. На следующий год через погранпереход Нуржолы будет стыковочный участок сделан». Можелесмены ознакомились с объектами Международного центра приграничного сотрудничества «Харгос». По словам делегаций, из-за страны вопросов, требующих безотлагательного решения, очень много. Они касаются таможенных, налоговых, законодательных актов и предпринимательской деятельности. В целом, с начала года в рамках предпринимательской деятельности в казну государства поступило около 70 тысяч долларов. «Динамика есть, но, как вы слышали, эта динамика не соответствует той динамике развития отношений и тем темпам, которые надо придерживаться при реализации казахстанского транзитного потенциала. Главный приоритет для нас – это отсутствие каких-либо незаконных или административно мешающих барьеров малому-среднему бизнесу. Мы над этим будем работать, будем писать очень предметные рекомендации, где будем смотреть и выносить предложение внесения изменений в законодательство, финансирование отдельных объектов, обеспечение безопасности МЦПС, то есть решение всего комплекса». Продолжение следует...